Формула успеха Это лидер молодежной команды прославления церкви «Слово жизни» Карен Карагян. Здравствуйте, Карен. Здравствуйте. Все люди по-разному воспринимают, что такое успех. Если мы выйдем на улицу и начнем спрашивать, то разные люди ответят то, что им ближе. Для кого-то это может быть встретить настоящую любовь к жизни, для кого-то это воспитать достойных детей, для кого-то это большие деньги, для кого-то это успех быть медийной личностью, чтобы тебя все узнавали, чтобы вот эти вот розы славы, они сыпались к твоим ногам и никаких шипов от роз. Вот для вас что такое успех? Я думаю, в первую очередь человек, он смотрит на свои какие-то внутренние потребности, именно что сейчас, что мне сейчас нужно, и это было бы для меня успехом. Вот, конкретно сейчас, тоже буду субъективным, для меня успех — это внутреннее состояние радости и мира при любых обстоятельствах. Вот, чтобы не происходило снаружи, там, успех — это не успех, там, финансовые сложности или благословения, ты испытывал мир внутри. Вот, и, ну, другими словами, наверное, чтобы ты был изнутри больше, чем снаружи. Вот, как-то так для меня сейчас это. А это зависит от того, на своем ли человек месте. Да, конечно. Понятно дело, что если человек на своем месте, он в любом случае будет все равно испытывать какие-то проблемы и трудности. Да, да, но тут такой сложный вопрос, наверное. Но каждый человек сам определяет, на своем ли он месте. Я знаю много людей, которые вот сегодня на своем месте, завтра уже это место, оно не мое. Вот, я думаю, это исходит, конечно, из каких-то твоих личных взаимоотношений с Богом, из личных откровений, из какого-то такого понимания твоей идентичности и вот какой-то внутренней работы. Где бы ты ни оказался, ты понимаешь, куда ты идешь и зачем все это нужно. Но свое место – это действительно такой сложный вопрос. Вот, то есть вы считаете, что, например, если человек достиг в какой-то сфере каких-то высот, то он все равно должен быть всегда готовым к тому, что жизнь так может сложиться, что он полностью поменяет сферу своей деятельности. И это нормально. Да, 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 вполне себе. Лично я для себя где-то года три назад, я начал себе много вопросов задавать. Я, как бы, если можно так выразиться, немножко медийной личности. Вот, у меня там есть и подписчики в Инстаграме определенное количество. И, ну, я постоянно появляюсь на сцене или где-то еще. Вот, есть, ну, в наших кругах определенное внимание, медийность. Вот, ну, я начал задавать себе вопросы, зачем мне все это, почему я именно служу на сцене, почему я веду прославление, почему я пишу песни, я пишу книги, зачем мне все это нужно? Вот, и я не мог найти для себя нормальный ответ, потому что, ну, а что дальше? Ну, может, я просто гордый, может, мне просто нравится внимание, может, что-то со мной не так. Вот, но потом, когда я понял, что действительно самое главное для меня — это изменять жизни других людей посредством того, что у меня сейчас хорошо получается. Условно, сейчас у меня хорошо получается писать книги, петь песни, сочинять песни, вести людей, заботиться о них, как о команде. Тогда через это может работать Бог, я могу изменять жизни людей. Вот, если в определенный момент жизни я буду понимать, что есть что-то в моей жизни, что лучше получается, чем это, и это изменяет жизни людей лучшим способом, тогда, как бы сложно ни было, наверное, мне стоит туда перейти. Потому что, опять же, за всеми этими местами, в которых я нахожусь, для меня самое важное, что это изменяет жизни других людей. Вот, как-то так. А всегда ли это плохо, когда мы идем в какое-то служение, например, даже вот служение прославления, которое подразумевает под собой, естественно, публичность, тебя узнают. Сначала тебя узнают в твоей церкви, потом узнают в интернете. Это всегда ли нужно вот бояться вот этого вот желания в себе славы? Или это нормально, что оно есть? Я думаю, действительно, нужно этого бояться. Это как не стоит выбирать управляющим властолюбивого человека, да, потому что он любит власть, он любит ее пользоваться. Он идет за властью, нежели идет за тем, чтобы служить людям. У нас в команде мы очень категорично относимся к людям, которые просто хотят на сцену. Мы их определяем, мы для них очень много рамок ставим. У нас, в принципе, есть ценности команды, смирение, верность, инициатива, исполнительность, компетенция. Но на первом месте у нас смирение. И мы объясняем людям, что такое смирение, что хотение быть на сцене – это вообще в принципе не должно быть. Это какой-то естественный процесс, к которому ты приходишь, потому что ты служишь Богу, потому что для тебя всегда есть что-то большее, чем самопозиция, да, сами деньги. Это как деньги ради денег, ну, наверное, это где-то работает, но точно, скорее всего, не в церкви. Обычно ты хочешь заработать деньги, чтобы что-то сделать на них. И, соответственно, здесь, наверное, такой же принцип работает, что прийти в команду ради того, чтобы выйти на сцену, ради того, чтобы тебя узнавали и видели, оно… Ну, таких людей видно. И на самом деле вот в последнее время, даже не в последнее время, наверное, как Иисус пришел на землю, он начал провозглашать, что смирение красивее, чем гордость. Вот в последнее время это… Людям неприятно смотреть на людей, которые вот прям наслаждаются своей позицией, что они такие «да, конечно, это я». Вы что, не узнали меня? Конечно, это вот. Поэтому, конечно, мы ищем более смиренных людей. И, на мой взгляд, это не очень хорошо, если человек бежит к сцене и бежит к вниманию. Ну, всегда, кажется, такая, получается, иногда вилка. Или, может быть, я не права. Смотришь, человек вроде бы очень хороший, но как-то даров в нем мало. А в другой, может быть, и гордый, может быть, и скандальный человек, но очень одаренный. Ну, как говорят, что хороший человек – это не профессия. Ну, на мой взгляд, есть хорошие и талантливые, их надо найти, но до них, как команде, нужно самим дорасти. Что это значит? Вот к нам часто приходят действительно талантливые, классные люди. Я явно чувствую, что вот пару-тройку раз он сыграет, но это, наоборот, разрушит команду. Вот. И его научить смирению намного сложнее, чем классного человека, которым, возможно, чего-то не умеет, научить игре на инструменте или тому, чтобы он научился. Потому что если у человека есть стойкость, смирение, выносливость, то он научится петь, научится вести, он сможет, ну, вкладываться в это и обретет, ну, определенные навыки. При этом, если у человека проблема с характером, это очень сложно решить. Ну, потому что характер решает проблему таланта, но талант не решает проблему характера. Как-то так, скорее. Вот. А кем вы хотели стать в детстве? Помышляли ли вы о том, что вы будете петь на сцене? Я, честно говоря, об этом не думал. С самого детства меня мама всегда вытаскивала на сцену. Я там с полутора-двух лет читал стишки на сцене, потом танцевал, играл в сценках. Что только не делал, вот, наверное, все, что возможно представить, я делал именно почему-то на сцене. Но мне мама вот говорит, ты у меня такой талантливый, ты у меня такой классный, ты у меня музыкант, ты у меня суперский. Вот. И благодаря, конечно, ее, тому, что она в меня вкладывала, как-то вот так получилось, что я на сцене. Но я привык быть на сцене, но я, наверное, никогда туда не рвался. Вот особо так, чтобы прям, я должен быть именно там. Но мне где-то внутри всегда было понимание, что я хочу служить большому количеству людей. Для меня всегда вот массовость, масштабность, это для меня такой вдохновляющий фактор. А роль родителей, значит, она очень велика, на ваш взгляд? Да, очень велика. Мама в основном, конечно, она просто, она невероятный вклад сделала. То, что она всегда, каждый год где-то выступали, что-то делали, ездили по детским домам. Там, там, я был всегда главным героем всех сценок, там, про то, про сё, там, то ёжиком, то, там, беспризорником, то ещё кем-то. Вот. Потом там танцевал, пел. И, конечно, то, что сейчас у меня есть какая-то база определённая, то, что я не так сильно стесняюсь на сцене, вот, как другие, это, конечно, благодаря маме. Вот, потому что родители вложили. У меня есть одна знакомая, которая против того, чтобы родители вот поступали таким образом и с раннего возраста детей своих приводили к сценическим каким-то ролям. Она говорит, ребёнок маленький, ему все хлопают, потому что он миленький, он хорошенький. И он вот, вот этот вот вирус славы, он себя впитывает, и он уже, и для него это как наркотик такой, естественно, он уже без этого не может. Он говорит, а взрослый, он вырастет, непонятно, вот, будет ли он на сцене, будут ли ему так же аплодировать. И вот, говорит, у человека сломленная жизнь. Вполне возможно. Или у вашей мамы был какой-то секрет, как правильно наступать с сыном? Или это такое чудо божье? Вообще, люди разные. Это вот первое, что нужно понять, что люди разные. Кто там, например, может смотреть ужастики и смеяться, а у кого-то эта травма на три месяца, да, там, он потом спать не может. То же самое, мне кажется, и со сценой. Ты не совсем понимаешь, да, как он будет на это реагировать. Может быть, он станет таким любящим внимания, таким звездой, а может быть, он просто, ну, как бы, у него как с гуся вода вот течёт, это слава. Ну, ок. Вот для меня это, ну, лично для меня, наверное, это никогда не было каким-то великим фактором, потому что я скорее не люблю внимания, чем люблю. Я довольно интровертная личность, я очень сильно устаю, если я в какой-то вот большой компании нахожусь долгое время. Вот. Но я не исключаю от того, что, да, бывают такие случаи. Вот. Но я думаю, что тут каждый родитель сам выбирает. Тут, конечно, важна двухсторонняя, наверное, работа. Вот. Если и ребёнок на сцене, и мы все хлопают, и дома мама с ним, ой, ты мой самый великий, самый прекрасный, и вот вообще, ну, как, не наказывает его, да, там. Попустительство такое, да? Да, вот, попустительство. Тогда, скорее всего, он таким и вырастает. С другой стороны, моя мама, она, ну, как, требовала с меня очень много, если я там косячил, там были и ремени, и то, и десятое. Вот. И при этом постоянно куда-то выталкивала на сцену, и при этом тоже говорила, что я самый талантливый, самый лучший ребёнок на земле. То есть нужно, чтобы был такой определённый баланс воспитания, чтобы был и кнут, и пряник, и вот это всё. Вот секрет успеха — и кнут, и пряник. Ну, да, возможно. Честно говоря, вот времена меняются, конечно, и надо просто понимать, в каком ты времени находишься, что правильно, что актуально. Вот. Иногда не всегда кнут, а иногда не всегда пряник, как-то вот так. У многих представителей молодёжи, когда с ними говоришь о церкви, они сразу воспринимают это как что-то такое, призыв к какому-то скучному, неинтересному, что там какие-то зажатые люди, которые ничего толком в жизни не добились, поэтому пошли в церковь, что там всё как-то вот так вот сумрачно. Вот если посмотреть ваши социальные сети, у вас это похоже, как ваша социальная сеть, на успешного блогера. Интересные фотографии современные, всё так позитивно, хорошо, по-молодёжному. Вот как вам удаётся вот разбивать вот такие вот стереотипы? Или это вполне естественно? Ну, конечно, очень многое зависит от пастора каждой церкви. У нас пастор, ему исполняется в этом году совсем скоро 60 лет, но все его мысли о молодёжи, он прям, он обожает молодёжь, он вкладывается в неё. У нас самая большая конференция в церкви — это молодёжная конференция, там, спорт, там, то, всё, десято. Он постоянно думает, что можно сделать для молодёжи. Даже сейчас мы уже на протяжении долгого времени мы собираем деньги для того, чтобы купить второе здание в Москве. У нас есть здание в церкви, вот. Но второе здание мы хотим назвать как «молодёжный центр». Вот. И, конечно, сильно зависит от того, как пастор смотрит на молодёжное движение. Если он чего-то не понимает, он это не судит, например, да. Есть такая фраза классная очень. Не суди то, чего ты не понимаешь. Вот. И у нас, к сожалению, не безосновательно. Люди думают, что в церкви так скучно. Ну, потому что во многих церквях действительно, ну, есть какое-то устоявшееся правило. И вот, к сожалению, пасторы, они так ругают молодёжь. Вот вы неправильно одеты, вы не ту музыку слушаете, вы не то делаете. И, ну, стереотип, он не совсем безосновательный. Но я очень люблю нашего пастора, Масола Исхейла, также очень люблю нашего молодёжного пастора, что это именно с них такое помазание сходит. То, что мы, даже сейчас, я всегда думал, что я молодёжь, но сейчас мне уже 30 лет, и я понимаю, что есть другая молодёжь, которую я… Которая действительно молодёжь, да? Да, которую я уже не совсем понимаю, и для меня это вау. Я действительно оторван от этой реальности. Но при этом вот молодёжный пастор наш, он пошёл к этим подросткам 17-19 лет, и он с ними сделал лидерскую команду. И они там ошибаются, там что-то делают. Да, но при этом мы в них вкладываемся. И это на самом деле потрясающий принцип доверять молодёжи, давать им пространство, доверять, что они лучше понимают в трендах, чем мы, взрослые, сейчас понимаем. И тогда это такой симбиоз, да, то, что взрослые любят молодёжь, и молодёжь тоже очень любит взрослых из-за этого. Ну, то можно обмениваться своими плюсами и помогать друг другу. Конечно, да, да, да. Вот я думаю, это всё исходит сверху от нас. Так как передача посвящена успеху, не могу не спросить. Жертва ради успеха. Вот она, насколько должна быть огромная эта жертва? Я не знаю, насколько она должна быть. Каждый человек сам определяет для себя, что он может, чем он может пожертвовать ради успеха. И, наверное, в первую очередь нужно понять, что для тебя этот успех. Чтобы из точки А попасть в точку Б, нужно понять, что такое точка Б. То есть её нужно определить. Исходя из этого, ты понимаешь, о чем я готов пожертвовать, чтобы в эту точку Б попасть, что мне нужно сделать. Для меня я всегда был такой моно-человек. Я очень такой сконцентрирован на чём-то одном. Но определял для себя, что у меня есть приоритет. Это музыка. И в разные времена это доходило до фанатизма какого-то. То, что у нас репетиция, я не пошёл к маме на день рождения. Ну, просто какой-то уже такой бред небольшой. Но всё же для меня это всегда было такое посвящение, жертва. Если мы решили, значит, мы идём до конца, мы жертвуем всем необходимым. Я вот такой человек. И я всегда требовал это от других, соответственно. Ты что? Какой там день рождения? Какое то? Репетиция. Мы же должны быть посвящены Богу. И вот, конечно, чем ты старше становишься, тем больше ты какие-то вещи понимаешь, баланс обретаешь. Я понимаю, что есть разные категории людей. Есть действительно люди, которые призваны к огромным целям. У них призвание, что они хотят достигать каких-то великих вещей. Они призваны для стадионов, поклоняющихся людей. А кто-то, ему вполне прекрасно и комфортно работать на работе. Пять дней в неделю, два дня в выходных. Они кайфуют от этого, им прекрасно. Но несколько категорий людей есть, которые готовы чем-то жертвовать. Поэтому я перестал судить людей по себе. Но при этом стараюсь найти своих людей, с которыми мы могли бы вот так дальше зажженно что-то делать. Но есть какое-то табу. Чем жертвовать ни в коем случае нельзя. Ни при каком уровне посвящения, даже самым большом. Или все-таки все относительно? Ну, если я правильно понимаю, о чем речь, то я думаю, нельзя жертвовать принципами. У каждого человека должны быть какие-то принципы в жизни определенные, через что он не может переступать. Что он, ну, допустим, если я служу в церкви, для меня очень важно в воскресенье быть в церкви. Если у меня появляется какая-то работа, которая изначально, я понимаю, что в ближайшие полгода я в воскресенье в церковь не попаду, то это очень странно туда идти. То есть этим я пожертвовать не могу. Вот. Конечно же, нельзя жертвовать семьей, как ни в коем случае. Да, потому что, если ты пожертвуешь семьей, то все остальное тоже развалится. Относительно, тут уже такой вот, более такой, балансировать нужно, не стоит сильно жертвовать здоровьем. Но что это значит? Для каждого это тоже свой какой-то уровень. Кто-то спит по 5-6 часов, ему идеально. Ну, а кому-то надо 9 часов спать. Да, и вот у каждого свой уровень выносливости. И такая есть фраза, мне очень нравится. Вот в последнее время я начал все больше и больше понимать, что люди — это не средство, люди — это цель. Не стоит идти к цели, идти по головам, да, и, ну, жертвовать людьми, во всяком случае, осознанно, да, иногда мы это делаем как-то неосознанно, по ошибкам, но вот там, ну, осознанно жертвовать людьми не стоит, в них надо вкладываться, их нужно любить, вот, потому что, наверное, тебя запомнят не только за твои цели, но по большей части каким-то человеком был. Карен, большое спасибо за ваши ответы. Я думаю, многим нашим зрителям они действительно помогут в жизни, дадут какой-то новый ориентир. И большое спасибо за то, что вы приехали к нам в Санкт-Петербург и уделили время нашему служению на ТВН. Всем огромное спасибо, до новых встреч. Санкт-Петербург